Приветствую вас! И сразу хотел бы отметить, что вы задали свой вопрос в раздел «Психология». Для этого раздела, как раздела научного, то есть традиционно научного, вы дали слишком малую информацию о себе, о своих отношениях. Из этого я делаю вывод, что, возможно, вы перепутали раздел и адресовали свой вопрос эзотерикам, которые занимаются предсказаниями. Которые занимаются именно тем, что предсказывают будущее пары на основе вот тех данных, которые вы предоставили. Мы, как психологи, предсказаниями не занимаемся. Мы занимаемся анализом, переработкой информации, исходя из научных приемов работы. И для этого вашей информации слишком много. Слишком много получается поля для возможного объяснения того, что вы написали. И, отвечая на ваши вопросы, будете ли вы вместе с мужчиной, можно сказать так. Это неизвестно. Это было бы неизвестно и в том случае, если бы у вас отношения складывались бы несложно. Потому что любые человеческие отношения есть риск. Есть риск того, что они огонятся неудачно. Есть риск того, что все получится плохо. Но, тем не менее, шествие в том, чтобы не зная будущее, пытаться. Потому что знать будущее есть условие, а отношения, в принципе, безусловные. Теперь непосредственно перейдем к вашей формулировке относительно сложных отношений. Видите ли, что значит сложные отношения? Сложные отношения всегда подразумевают то, что каждый из партнеров в них имеет свои собственные интересы, свои собственные взгляды, свои собственные стремления и прочее. И это очень тяжело совмещать. Это очень тяжело как-то сопоставлять с тем, что хочет другой человек. Это означает, что каждый из вас борется за свое место, по сути, в отношениях. И вот давайте мы с вами подумаем так. Если вы уступите мужчине в своих притязаниях, мужчина будет вас любить? Только честно, как вы думаете, будет он вас уважать? А если мужчина уступит вам в отношениях, вы будете его уважать? Правда заключается в том, что если вы, как стороны отношений, как партнеры этих отношений, изначально были вот такими, то есть вы не боролись с каждым за свои интересы, то уступка любого из вас будет восприниматься как слабство, как предательство самого себя. И в итоге человек, которого вы любите, не вы конкретно, а каждый из вас, он исчезнет. Его не будет. Потому что, простите, это будет уже другой человек. Мужчина, который меняется в отношениях к женщинам и меняется в глобальном смысле, то есть перестает проявлять свои интересы, перестает защищать их, перестает быть по сути дела личностью, то есть индивидуальностью. Такой человек вряд ли дослуживает уважение у женщин. Ну и женщина соответственно тоже. Поэтому вам необходимо самой для себя определиться. Вы мужчину принимаете таким, как он есть? Или вы хотите, чтобы он был другим? Если принимаете таким, как он есть, то вы будете вместе. Не смотря ни на любые, ни на какие сложности, не смотря ни на какие проблемы, вы будете вместе. Потому что вы его принимаете таким, как он есть, а он вас. Но вот если вы его хотите как бы изменить, если вы воспринимаете мужчину, как некий материал для конструирования своего собственного мужчины, образа мужчины, то вот тогда, тогда вы вместе не будете. Потому что мужчина, у мужчины есть два выхода в данном случае. Либо стать таким, каким бы вы хотели его видеть, и тогда вы перестанете его любить над собой, уже другой человек. Таковаться на образах. Либо он не станет тем, кем вы хотите его видеть, и вы тоже разочаруетесь, и когда ваши отношения закончатся. Вот так с точки зрения психологии я бы ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь, помогу. Буду вам очень благодарен, если вы сделаете мой ответ лучше. Обр Parece Продолжение следует...